Ребенок реагирует на звуки, еще находясь в животе матери. Предполагается, что кроха узнает голос мамы, выделяет его из голосов других людей, запоминает мелодии, различает свой и чужой язык. Будущий малыш начинает слышать приблизительно с 27 недели беременности, но и на более ранних сроках звук передается через вибрацию, поэтому может влиять на ребенка. Сегодня вы найдете много рекомендаций слушать музыку во время беременности, особенно классическую. Некоторые специалисты считают, что разговор с малышом до рождения и прослушивание классической музыки благотворно влияет на развитие речи будущего ребенка и даже делает его умнее. И хотя точных данных о позитивном влиянии музыки на развитие мозга или речи на сегодняшний день нет, некоторые исследования позволили предположить, что прослушивание приятных мелодий во время беременности имеет долгосрочные позитивные эффекты. Например, было проведено исследование, которое изучали детей до четырех месяцев. В одной из групп в течение третьего триместра мамы слушали колыбельную песенку пять дней в неделю. После рождения детей и в возрасте четырех месяцев песню играли в двух группах, но изменили некоторые ноты. Реакция ребенка на измененные звуки были более значительны в группе с пренатальным обучением, как в периоде новорожденности, так и в четыре месяца. Вследствие чего были сделаны выводы о том, что эмбриональное воздействие музыки образовывает нервные представления, которые сохраняются несколько месяцев. Прослушивание музыки во время беременности вызывает долговременные нейронные эффекты. Выходит, что пренатальное воздействие спокойной музыки классики может иметь долгосрочные эффекты на развивающийся мозг. Такое воздействие может оказаться полезным для детей, например, с риском дизлексии, расстройства чтения и письма. Но необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как можно использовать такую стимуляцию. Так как музыка стимулирует нервную отзывчивость плодов, можно предполагать, что неблагоприятная звуковая среда имеет вредные последствия, например, производственный шум на рабочем месте или гул аппаратуры в отделении для недоношенных. Был также проведен эксперимент, когда беременной давали послушать различную музыку и отслеживали реакцию плода на нее с помощью КТГ. Дети положительно реагировали на спокойную музыку, классику и негативно на рок, даже если он нравится маме и громкий шум. На неприятные звуки ребенок отвечал пинками и даже тахикардии, увеличением частоты сердечных сокращений. Малыши реагируют на эмоциональное состояние мамы, поэтому музыка должна вызывать у беременной только положительные эмоции. Если классика маме не нравится, более того, раздражает ее, то никакой пользы для ребенка не будет. В принципе, выбор классических произведений огромен Бах, Моцарт, Чайковский, Бетховен и скорее всего можно найти то, что вызовет приятные эмоции. Но также можно слушать просто приятные мелодии, возможно, со звуками природы. Иногда во время беременности у женщины меняются музыкальные предпочтения. Чаще всего будущие мамы отдают предпочтение спокойным, расслабляющим мелодиям. Можно также петь малышу колыбельный песни, ведь голос родной мамы самый любимый. Не стоит слишком долго слушать музыку во время беременности, это может утомлять вас, а соответственно и малыша. Также не стоит громко слушать музыку ребенку, это может быть неприятно. Амниотическая жидкость является хорошим проводником звука, поэтому не обязательно прикладывать наушники на живот, лучше просто включить музыку через колонки. Польза музыки во время беременности заключается не столько в действии на плод, сколько во влиянии на эмоции и самочувствие будущей мамы. Часто приятная музыка помогает поднять настроение, а иногда и расслабиться, и заснуть. Когда беременная женщина спокойна и расслаблена, это хорошо для будущего ребенка. Слушайте хорошую музыку при беременности и получайте только положительные эмоции.